Заметки Электрика Каас, ТДМ и Эльверт Подписчики и читатели сайта Предложили мне провести Аналогичные испытания И для других наиболее встречающихся И распространенных Производителей Вот например Роман откликнулся и прислал мне Несколько автоматов Легрант, Хагер, Итан Чинт и Декрафт Также Один из читателей сайта Александр прислал мне Два экземпляра автоматов ЭББ За что я им передаю Отдельное огромное спасибо И на этот раз У нас в эксперименте Участвуют следующие Автоматические выключатели Это у нас автомат С201 ЭББ Германия Это у нас С201М ЭББ Германия Это у нас ТХ-3 Легрант Польша Так это у нас Май-116 Хагер Франция Это у нас ПЛ-4 Итан Сербия Так это у нас ДС-4760 Чинт Китай И это у нас ВА-101 Декрафт Китай Все данные Автоматические выключатели Новые И ранее в эксплуатации Не были К тому же Они имеют Одинаковый Номинальный ток 16 Ампер И одинаковую Одинаковую Время токовую Характеристику С Кстати Как и в прошлом Эксперименте Все автоматы Я установил На Динрейке Вот как вы видите На некотором Расстоянии Друг от друга И подключил Между собой Последовательно С помощью Вот таких же Перемычек Вот они идут Напомню Что у каждого Автоматического Выключателя Есть такое понятие Как условный Ток Нерасцепления И он всегда равен 1,13 От номинального Тока Так вот При таком токе Автоматы С номинальным Током Менее Либо равным 63 Ампер Не должны Отключаться В течение Целого Часа То есть 60 минут Автоматы С номинальным Током Более 63 Ампер Не должны Отключаться В течение Двух часов То есть 120 минут Точку Условного Нерасцепления 1,13 От номинального В большинстве Случаев Всегда Отображают На графике Время Токовой Характеристики Автомата Конкретного Производителя Теперь Скорректируем Номинальный Ток Наших Автоматов Температура В электролаборатории Как вы видите Сейчас Находится На отметке 25 градусов Цельсия Что Меньше Температуры 30 градусов Цельсия Относительно Которой Отображен График Время Токовой Характеристики На 5 градусов Цельсия А значит Нам Необходимо Ввести Поправочный Температурный Коэффициент Окружающего Воздуха КТ Умножив Номинальный Ток Наших Автоматов Примерно На 1,01 В итоге С учетом Данного Поправочного Коэффициента КТ Все наши Автоматы Имеют Номинальный Ток Не 16 Ампер А 16 Ампер Умноженное На 1,01 То есть 16,16 Ампера Таким Образом При Прохождении Через все Наши автоматы Тока Величиной 1,13 От номинального Они не должны Сработать В течение Целого Часа Естественно Что если Какой-то из автоматов Отключится Раньше То по данному Испытанию Он будет Забракован Только Учтите Что значение 1,13 От номинального Теперь будет Составлять Не 1,13 От 16 Ампер А 1,13 От 16 Целых 16 Ампера То есть 18,26 Ампера Ну Во время Эксперимента С помощью Тепловизора Я буду Периодически Контролировать Температуру Нагрева Наших Автоматов При Протекании Через них При Длительном Протекании Через них Тока Прогрузки Естественно Что при Ненадлежащем Качестве Контакта Силового Контакта Экономия На применяемых Материалах Слабое Усилие Или уменьшенная Площадь Контакта То такие Автоматы Будут греться Гораздо Сильнее Что мы Увидим На Тепловой Диаграмме Или на Спектральной Диаграмме Нашего Тепловизора Итак Устраивайтесь Поудобнее Эксперимент Начинается Так Включая Все Автоматы И Навожу Ток 18,26 Ну вот Навел Ток Немножко Сейчас Буду Тут Корректировать 18 17 18 Так Много Ну Теперь Будем Наблюдать За Нашими Автоматами В течении Целого Часа Так Ну вот Температура Наших Автоматов Спустя Две Минуты Только Я включил Вот Сейчас Настроился Как видите Максимальная Температура Составляет 46 Градусов Ну а Так Средним По Автоматам Порядка 30 25 Градусов Вот Все Автоматы Потихоньку Начинают Нагреваться Но Как-то Особенно У нас Выделяется Автомат Чинт Прямо У него Максимальная Температура Где-то Уже Порядка 53 Градусов Ну Посмотрим Что будет Дальше Выводы Делать Рано Еще Но Прошло Где-то 900 Почти К 1000 Секунд Один Из Автоматов Загудел Я решил Включить Камеру А какой Именно Пока Не пойму Или Хагер Или Или Грант Стали Больше Гудеть Посмотрим Тем не менее По истечению 1000 Секунд Пока Все Автоматы Находятся В работе И держат Данный Ток Так Ну Вот Прошло Уже 1900 Почти 2000 Секунд Это Почти Это Даже Больше Чем Половина За Это Время Ни Один Автомат Не Отключился А Температура Их Нагрева Имеет Следующую Картину Ну Я сейчас С вам Пробегу С тепловизором Вот Чтоб вы Видели А потом В видео Ставлю Скрины Уже Сделанные Более Точно С точками Так Второе Би-би У нас 60 Градусов 63 Так Легрант Достаточно Такое Объемное Пятно Красное Но Температура 60 60 С копеечками Так Хагер Ну Достаточно Такой 50 Там 6 Что ли Градусов Итан Здесь Общение У него Не вижу Нагрева Так Вот Градусов 50 Наверное По курсору Так Вот Наш ЧНТ У него Температура Уже 77 Градусов А может Даже Больше С другой Стороны Потом Посмотрим Так И последнее Это у нас Декрафт 50 60 Градусов Примерно Вот С другой Стороны Что у нас Декрафт Так 50 60 Градусов Так Наш ЧНТ 60 70 Градусов Так Итан 50 60 Градусов Хагер То же Самое Легрант 65 Даже 70 Местами Так Это у нас Что Ибби Серия М С 201 М 50 60 Градусов И Ибби Без М Просто С 200 60 Градусов На данном Этапе Выделились У нас Из Всего Ряда Два Автомата Это Автомат ЧИНТ Температура У него 77 По-моему Градусов Даже Может Местами И до 79 80 И Достаточно Сильно Достаточно Активно Греется У нас Легрант То есть Тоже Зафиксировано Где-то 75 Градусов Ну что Прошел Ровно Один час Вот как Видите 3600 Секунд Ток Составляет 18,1 18,2 Ампера Он Немножко Тут Скачет За это время Ни один Автомат Не Отключился Что В принципе Можно Смело Сказать Что Данные Автоматы Соответствуют Заявленным Время Токовым Характеристикам И требованиям ГОСТ 50 345 2010 То есть При токе 1,13 От номинального То есть В данном Случше Это 18,26 Ампера Данные Автоматы Не отключились В течении 60 Минут То есть В течении Целого Часа Они у нас Не отключились Но Тем не менее При Одном И том Токе Автоматы Имеют Разную Температуру Нагрева Так Ну вот У нас Первый Автомат Иби Температура У него Максимальная Составляет Примерно 66 Градусов Так Рядом С ним Второй Би-би С Серия С С буковкой М Он у нас Тоже имеет Температуру Чуть больше Кстати Около 70 Градусов Зафиксировано Ну Как я уже Говорил Более подробнее Диаграмма Смотрите Вверху Экрана Уже Обработанные Через компьютер Через программу Так Автомат Легрант Ну Как видите У него Такое Достаточно Большое Однородное Пятно Тепловое То есть Неизменной Температурой Примерно Вот Около 74 Градусов Может Даже 77 Градусов Так Это у нас Автомат Хагер Где-то 64 Градуса Так Это у нас Итан Он Кстати У нас Самый Такой Менее Вернее Нагретый То есть Ну 61 Градус Наверное Дальше Это у нас Автомат Чинт У него Почему-то В таком Так необычном В одном углу Происходит Нагрев Температура Нагрева Составляет Ну Максимальная Где-то 86 Градусов Это у нас Лидер Так Ну и Автомат Декрафт Ну Порядка 60 Градусов Нагрев Сейчас Посмотрим Все автоматы С другой Стороны Так Это у нас Декрафт Ну 50 Как видите 56 Может 57 Градусов Так Это наш Чинт Эта сторона Другая 64 Градуса И вот Отсюда С угла Угол у него Сильно Горячий 75 Градусов Примерно Вот это Где центральный Курсор Сейчас Находится Так Это у нас Что дальше Идет Итан 65 63 Так Далее у нас Хагер 65 64 Легрант С таким Большим Тепловым Пятном И температура У него Тоже приличная То есть Более 70 Градусов 71 Вот 72 Вижу Максимальная 78 Дальше У нас S ABB S 200 серии С буковкой M 66 Градусов 67 Градусов Ну Порядка 70 Градусов Вот Это его Сторона И Последний У нас Вернее Первый Если с другой Стороны То это Автомат ABB Серии S 200 Греется Порядка 62 60 65 67 После Обработки Всех Спектральных Изображений Я более точно Составлю Уже Максимальные Температуры Максимальные Зафиксированные Температуры И Сведу их В одну Результирующую В одну Результирующую Таблицу Которую Здесь Вот Размещу Вверху Экрана По Окончании Данного Эксперимента В лидерах У нас Остались Прежние Автоматы Это У нас Автомат Чинт С Максимальной Температурой Нагрева 86 Градусов Где-то У него В этой Области Почему-то Угол Греется Больше всех Второй Автомат Это у нас Автомат Легрант С максимальной Температурой 77 78 Градусов У автомата Легрант То есть У него Такая Особенность Что с Каждой Стороны И с Этой И вот С Этой Достаточно Такие Получаются Большие Термические Нагревы Такие Большие Термические Пятна Ну А остальные Автоматы Имеют Температуру Нагрева В диапазоне От 60 До 70 Градусов Цельсия Напомню Что в первой Части Экспериментов Максимальная Температура Максимальные Температуры Были Зафиксированы У Автомата ВМ63 КАС Оптидин 84 Градуса И У Автомата ВА4729 ТДМ Температура 88 И 2 Градуса Кстати Отключать Ток Прогрузки Я У автоматов Не стал Потому что Интересно Посмотреть Не только Прогрузку В течение Часа То есть 3600 Секунд А немножко Больше Ну вот Прошло уже 5700 Секунд Это более Чем Полтора Часа Как видите Автоматы Все еще Работают Ни один Из них Еще не Отключился А теперь Давайте Ради Интереса Добавим Ток До 24 Ампер Этот Ток Примерно Будет Относиться К току Условного Рассыпления И по сути Автомат Должен Отключиться За время Не Более Одного Часа Но так Как Автоматы У нас Уже Все Нагретые Все Горячие То Выясним Какой Из данных Автоматов Отключится Быстрее Это конечно же Ни о чем Не будет нам Говорить Но тем не менее Ради Интереса Итак Давайте Добавляю Ток 24 Ампера 24 14 Буквально Прошло то Меньше Одной Минуты И Уже Наш ABB S201 Отключился Повторюсь Это уже Как бы Ни о чем Не говорит Это уже Тема На самом деле Следующего Эксперимента Который О котором Я расскажу Вам В самое Ближайшее Время Надеюсь Что Из всего Представленного В данном Эксперименте Вы сделаете Соответствующие Выводы В следующих Своих Видео Я проверю Этот же ряд Автоматов И не только Этот ряд Но и который Участвовал В первой части Эксперимента Я проверю Эти автоматы Условным током Расцепления 1.45 От номинального Далее Проверю Все эти автоматы На срабатывание Теплового Расцепителя У них При токах 2.55 И 4 Кратного От номинального Затем Проверю На срабатывание Электромагнитного Расцепителя При токах Пятикратном И десятикратном И проверю Уже В самом конце Все данные Автоматы Более Большими Токами Вплоть До 1000 А Так сказать Проведу Им Краш Тесты Помимо Этого Я еще Планирую Измерение Переходного Сопротивления Силового Контакта Автоматов То есть Всех Автоматов Ну и Тоже Данные Занести В одну Общую Результирующую Таблицу Если у вас Появились Вопросы По данному Эксперименту То задавайте Их В комментариях Если у вас Есть Предложения То о том Как еще Можно Сравнить Между Собой Автоматы Из первой Части И из данной Части Эксперимента То Также Пишите Об этом В комментариях Пишите Свои Предложения Ну На этом Пожалуй Все Если вам Понравилось Видео Ставьте Лайки Подписывайтесь На канал Заметки Электрика Ну А с вами Как всегда Был Дмитрий Автор Сайта Заметки Электрика До Новых Встреч Заметки 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 Заметки